Ездить с удовольствием на городских автобусах пока не получается. Пассажирам до сих пор приходится терпеть грубость кондукторов или качество водителей общественного транспорта. Частные перевозчики, а их в Алматы-24, так и не могут научить своих сотрудников к культуре вождения и общения. Гонки устраивают постоянно на остановках, или стоят, или несутся потом. Бывает, что грубят, бывает, что грубо относятся, бывает матерятся. Водители бывают уже, которые ездят, как говорится, как по полю. Чаще всего водители и кондукторы оскорбляют и унижают пассажиров с проездными билетами. Их могут высадить не на той остановке, а студентов и школьников и волосы игнорируют, стараются проезжать мимо них. Я часто езжу на 50-м и 52-м на шутке, они как-то упал и езжут. Когда не выйдет на остановке, что стоят студенты, школьники или пенсионеры, они не останавливаются, потому что они знают, что у них. Проездные билеты. Ежедневно в управление пассажирского транспорта поступают жалобы от алматинцев. Только за последние месяцы их накопилось свыше 500. Основные нарушения остаются прежними. В автобусах нет информационных листов и проездных талонов. Водители беспорядочно высаживают пассажиров не на остановках. Нередко замечают контролёры, что в салонах посадочные места, там, где кресла, не предусмотрены. Мобильными группами выявляется и докладывается, скажем, к нам, даётся информация в управление транспортом. Согласно этой полученной информации, мы потом направляем уведомления этим предприятиям, чтобы они устранили эти настатки. По инициативе Акимата уже больше месяца в городе работают мобильные группы. Контролёры выявили 180 нарушений правил перевозок. Один маршрут лишён лицензии, уволены 8 водителей. Это результат проверки одной недели. С начала года отозваны свидетельства на право перевозки у 12 маршрутов. Ещё 4 предупреждены за то, что на утверждённый маршрут выпускали привлечённый со стороны транспорт. Все факты нарушения правил перевозок проверяющие фиксируют на фото и видеокамеры. В будущем городские власти планируют сократить число частных перевозчиков и увеличить количество муниципальных автобусов.